на наших детей. Аллилуйя, Отец, Асана, слава Тебе! Аллилуйя, Отец, Асана, благослови, Господь! Просто приди, Господь, Твое Божие, слава, Отец, Асана, слава Тебе! Мы призываем, Господь, защиту Твоей драгоценной крови, Господь, Твое святое присутствие, Господь, в этих сердцах, Иисус. Аллилуйя, Отец, Ты сказал, что будьте как дети, ибо таковых и Царство Небесное, Господь, Отец, Асана, слава Тебе! Аллилуйя, Отец, Асана, просто благослови! Пусть, Господь, Твой мир Божий сойдет в эти сердца, Господь, Твоя совершенная любовь, Господь, Отец, Асана, просто призываем, Отец, Твой Божий порядок, Господь, в эти сердца, Господь, Отец, Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа молились, и Церковь Божия скажет Аминь. Проходите, детки. Аминь. Аня. Пусть Бог благословит руководителей воскресной школы. Аллилуйя. Сегодня у нас гости из Прибалтики, из Риги, из Казахстана, из Алматы, из России, из города Нижневартовска. Может быть, кого-то я не увидел, тоже дайте о себе знать. Кто сегодня первый раз пришел в церковь? Хочу предоставить сегодня слово-свидетельство пастырь из Риги, Благая Весть, Михаил Дмитрук. Аминь. Давайте поприветствуем. Пусть Бог благословит. Спасибо. Спасибо за эту прекрасную возможность поделиться своим свидетельством. Знаете, я вот так думаю, так много нашего народа везде. Везде, в Европе, много русскоязычных, и люди любят Бога. Есть сто раз возможность где-то быть в другом месте, но люди в воскресенье идут в церковь, и это слава Богу. Приятно вас видеть здесь, и мы к вам попали, потому что замечательные люди из вашей церкви были у нас в гостях буквально три, наверное, недели назад, и так любезно нас приглашали, что нам из солнечного берега 90 километров, но я так себе сказал, все равно мы поедем. Замечательные люди, очень так приятно отзываются о своей церкви, поэтому мы здесь, и спасибо вам за приглашение. И хотелось бы сказать, что Бог верен, Бог верен всегда, и у нас есть масса возможностей и причин благодарить Бога и благословлять Его. Интересно, что вот пастор прочитал этот псалом в начале 102-й, это это такой шедевр. Начинается он с той же фразы, которая и заканчивается. Благослови душа моя Господа. И заканчивается этой же фразой. И в промежутке там причины указаны. Он исцеляет недуги, он прощает все беззакония, он открывает свой путь, благословляет, ведет, показывает дела свои. И я хотел бы тоже, друзья, поделиться, может быть, такими своими наблюдениями в последнее время, что Бог делает и в нашей земле. у нас, я не скажу, что большая церковь, но у нас большое здание. У нас где-то, может быть, на полторы, на две тысячи смело можно разместить людей. Большие конференции у нас проходят. Вообще в Риге это город, мне кажется, такого как бы Божьего благословения. Там много контрастов, много церквей. и иногда мы даже как бы привыкли к конференциям, привыкли к выдающимся лидерам, служителям, таким самым, может быть, передовым, мировым служителям. Они почему-то любят приезжать в Ригу. И мы как бы не то, что присытились этим, но я так понимаю, что Бог являет, знаете, как в Капернау, милость свою. Единственное, что нам надо нос не задирать свой, а нам быть благодарными Богу, что Бог так много вкладывает себя, много вкладывает себя в наши жизни. И я сам бывший учитель в школе. Я 9 лет преподавал христианскую мораль и этику в общеобразовательной школе. И основная моя жизнь протекала в работе с детьми. Я понимаю, что служа детям, мы служим будущему. Конечно, это настоящее, но это будущее. Вот мне сейчас 57, и я понимаю, что такие люди, как я, это те, на которых равняется молодежь. У меня семья, у меня четверо детей, вот здесь мои три мальчика, который выше меня ростом, супруга моя, у нас одна дочь, которая сейчас живет в Норвегии, вышла замуж, но у нас еще был один ребенок, и так случилось, что он родился с серьезным пороком, и это было такой неожиданностью для нас, ну, скажем так, как катастрофа. Когда мы, ожидая ребенка, были счастливы, что у нас будет пятый малыш, вдруг услышали вот врачей о том, что серьезный недостаток, ребенок раньше времени родился, я был сражен. Честно, я все мог ожидать, но так, чтобы это пришло вот в мою жизнь, для меня оказалось невероятно, невероятно. Врачи говорили, ну, диагноз жуткий за жутким диагнозом. Вначале, что у ребенка значит, большое отверстие в сердце, ему будет очень тяжело и вряд ли выживет, дни его сочтены, на следующий день, что у него значит и почки отказываются работать, и желудок, и он вообще слепой, и он и глухой. И знаете, когда ты слышишь вот эту информацию, то я помню, я пришел в роддом супруга в слезах, ребенок там в колбе, меня пустили туда, я взял с собой елей, там такие перчатки, там ты можешь вот в эту колбочку протянуть свои руки, и я молился за него, благословлял. И знаете, вот в тот момент нелегко благословить Господа. И очень часто в нашей жизни так бывает, что причин для печали много. Но очень важно нам сказать себе «Душа моя, благослови Господа». Я не скажу, что я был разочарован Господом. Нет, нет, за это время Он прожил с нами три года, три месяца и три дня. Это были годы, месяцы и дни скажем так, тяжелейшей жизни, тяжелейших испытаний. это было время, когда мы не спали ночами, когда несколько раз сердце ребенка останавливалось, останавливалось дыхание его. Я делал ему искусственное дыхание и понемножку, понемножку, вот как-то ребенок приходил в себя. Когда чуть-чуть на небе появлялись тучи, а у нас в Прибалтике каждый день по несколько раз ребенок задыхался. Мы его только вертикально могли держать, чтобы каким-то образом продолжалась жизнь. Мы взывали к Богу. И удивительно, я приходил в церковь и мне, как пастору, нужно было не скисать. Я приходил, укреплялся надеждой на Бога. Люди подходят с серьезными болячками, исцеляются. мы молились, и Бог исцелял. За это время было два случая, люди, у которых был рак, Бог исцелил их. А в моей ситуации вот как бы все оставалось так же. Анализируя вот весь этот пройденный путь, я хочу сказать, что Бог верен, верен в мелочах, Бог показал свою силу, Бог укреплял, давал, давал мне лично свое направление. Я дважды слышал Божью весть в свою жизнь, может быть, даже с таким четким концом, с четкой развязкой. и я увидел, что у меня друзей так много по всему белому свету. У меня настоящие друзья, которые любят Бога, которые вместе в молитве стоят со мной. Наверное, тысячи. Я только услышал слово бодрения. один пастор говорит, меня Бог побудил, он 40 дней постился, приехал к нам домой и, наверное, целый день таскал на руках нашего малыша с молитвой, на иных языках провозглашал. И я понимал, что это Бог говорит и в мою жизнь, и сегодня, может быть, и в твою жизнь, никогда не опускать руки, доверять Ему, полагаться на Него и не забывать благословлять Его имя. Был какой-то человек, я не знаю, прислал мне открытку из Австрии на английском языке со словами поддержки. Люди из Австралии писали, я знать не знаю их, с Америки, с Германии, где-то с Европы, поддержка, благословение, молитва, и я понимаю, что у меня друзей много, потому что Бог, Он на троне, и Он поддерживает. И я увидел, что Бог сделал в моей семье. Я увидел свою жену, красавицу, вы знаете, красавицей, жену, которая не пала духом, жену, которая поистине любит Бога. Был один такой случай, когда ночью я проснулся от того, что какой-то шум в доме, мы в частном доме живем, я спустился со второго этажа, и смотрю, моя жена ходит с ребенком на руках, вот держит его так вертикально, слезы в глазах, и она говорит, мои лучшие дни впереди. Господь, мое упование, мои лучшие дни впереди. Я думаю, Боже, Ты благословил меня этим человеком, что этот человек рядом со мной. Я заметил, что дети мои, старшие, они, был такой момент, когда мы сутками не спали, нужно было дежурить с малышом, и дети говорят, сегодня ночью мы берем дежурство по два часа, чтобы вы отдыхали. И они ставили будильник один, другой, третий, и вот ночь взяли на себя эту ответственность и были с малышом. Я увидел, что за это время Бог много говорил к нам. Бог показал свою силу, свою верность и произвел в нас великолепное преображение. я понимаю, что исцеление это хлеб для нас, это жизнь, это Бог, для этого Он Иисуса отдал, чтобы мы были исцелены. и мы, конечно, не увидели это в жизни нашего малыша. Он ушел, он ушел к Господу. Это я не могу даже сейчас некоторые вещи вам сказать, что происходило в моем диалоге с Богом. это даже самим близким людям не говорю, но хочу сказать, верен Бог. И ни одна ситуация не может быть потеряна из контроля Бога. Он знает все. И Он не только знает, Он участвует во всем, чтобы поддержать тебя и быть с тобою. Был один такой момент, нам нужно было очень много дорогих лекарств постоянно давать ребенку где-то 10-12 раз. И нужно было как бы в паре лекарства давать, потому что одно производит один эффект, а другое как бы стабилизирует это действие. И дорогие лекарства были. И у меня на карточке там немножко остается денег, и я не знаю, нужно было где-то на у нас тогда еще были латы, не евро, сейчас у нас евро, а тогда латы были. И я думаю, может быть у меня там на карточке есть еще денег, чтобы на 20 лат, потому что лекарства примерно столько стоили. Я пришел в большой супермаркет, и вот послушайте, каков Бог, каково его величие. я пришел с карточкой, я вам скажу, за все время Бог ни разу не подвел нас вот в этих страданиях, в этом переживании Бог оказывался по-настоящему рядом, всегда со своей поддержкой, со своей силой. Он говорил мне слово. Ну вот тогда я пришел в супермаркет, стою вот у банкомата, чтобы снять эти деньги и пойти в аптеку купить это лекарство. Значит, раз так ввожу пин-код, и мне автомат пишет, что у тебя на счету нет этих денег, ты не можешь снять. Я такой, Господи, ты верен, не может быть. И вот я стою здесь у автомата этого, и рядом еще один, только в тот автомат можно класть деньги и снимать тоже. И я смотрю, в этом автомате стоит епископ, епископ наш, епископ стоит и кладет денежки туда. И вы представляете, одна двадцатка все время возвращается, он ее разровняет. Людей никого нет, вот только я там стою, он здесь. Люди там подальше ходят везде. Он разровнял эту двадцаточку, опять в аппарат, аппарат выплюнул, он опять ее повернул другой стороной, опять поравнял в аппарат, аппарат выплюнул. Он там и погладил ее, и другой стороной перевернул, и краешки разровнял, опять туда, аппарат выплюнул. Потом он такой стоит, смотрит на эту двадцатку, повертел, повертел, поворачивается и меня видит. Он говорит, Миша, на! Халлелуи! Я взял это. Я потом ему несколько раз напоминал, он почти не помнит этот случай. Но Бог велик, даже аппарату скажет, что делать. Бог докажет всегда свою верность. Душа моя, благослови Господа. Всегда. И я хотел бы, друзья, ободрить вас, любимые, в каждой жизненной ситуации всегда не ставьте себя в центр, ставьте Господа в центр. Ставьте Его в центре жизненной ситуации. Он направит тебя, Он покажет тебе, Он выведет тебя, потому что Он Бог верный. Душа моя, благослови Господа. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо большое, пастор Михаил. Очень сильное свидетельство, слава Богу. У нас еще гости из города Нижний Вартовск. Да, пастор молодежного служения брат Николай. Давайте мы поприветствуем сейчас немножко пять. Я когда увидел, зашли молодые люди с маленьким ребенком, я сразу подошел, там поприветствовал, говорю, откуда? С Нижний Вартовска. Я говорю, я там служил, я там начинал службу, где? где? Ну, я начинал службу в Сургуте, это Заполярье, там просто у нас был карантин один месяц, потом спортсменов отобрали и отправили в Тюмень спецподразделение. Когда мы служили в Тюмени, и там была такая история, что зимой у нас температура опустилась до минус 56, вот, и каким-то образом система разморозилась и нам в таком приказном порядке сказали о том, что сегодня ночи отопления нет и поэтому раздали матрасы и мы на одном матрасе мы спали, а двумя матрасами мы накрывались, ну, то есть делали такие дырочки для того, чтобы воздух заходил, а нам передали там по сводке о том, что, ну, говорит, у вас еще тепло, потому что в Нижнем Артовске минус 69, нет, где-то минус 68 было, это было в 80, каком-то 85 году и мы нам повезло, что мы не с Нижнем Артовске поэтому давайте мы еще раз поприветствуем такого из сурового города брата пусть Бог гласит большое спасибо здравствуйте драгоценные слава Господу за вас так слышно хорошо, меня так вообще чудесно, что есть община вот именно в Арнии на русскоговорящей это просто превосходно я когда вчера набирал в интернете есть ли вообще евангельские церкви то сначала наткнулся на церковь по-болгарски получается которая богослужение проводит я говорю своей жене поедем конечно же поедем а что мы то будем делать я говорю ну на прославление побудем послушаем прославление пославим Господа ну и потом в принципе пойдем потому что если мы не понимаем языка какой смысл вообще находиться ну хотя конечно дух назидает это все понятно и тут смотрим если вы это написано что на скале у вас так как называется ну община что можно прийти на русское богослужение я такой слава Господу ты великий царь царей и такой сразу в голове а если меня попросят что-нибудь сказать я такой хоп ну с Господом у меня все время так однажды я ему пообещал если в церкви меня что-то просят говорить засвидетельствовать допустим если вызывает если есть что говорить на сердце я никогда это у него таиву я выхожу и говорю потому что это моя ответственность перед ним и перед людьми которые будут служить так вот так классно я не успел зайти у меня уже пастор Геннадий сразу же сходу есть что сказать ну конечно же есть всегда есть что сказать о нашем Господе и вот сейчас пастор Михаил да вот с Риги когда тоже говорил такие вещи я тоже немножко был в переживании по поводу детей сейчас вот которую девочка если вы увидели она бегала тут маленькая на прославление это наша дочка ее Арина зовут так вот у нас тоже была такая очень непростая история с детьми в какой-то степени мы пришли к Господу со своей женой из-за того что у нас не было детей и когда мы пришли в церковь ну это был конечно же долгий путь потому что ну ничего просто у Господа ничего просто не бывает и в общем мы начали ходить на общину в общину в церковь начали знакомиться с друзьями с братьями с сестрами в будущем разговаривать с пастором и нам сказали что вы не переживайте дети у вас будут ну как-то вроде знаете как бы так всегда говорят не переживайте все будет хорошо все отлично оно все классно когда кто-то говорит и ты думаешь ну может у вас так было а у нас вот как-то вот ну по-другому и мы ходили в церковь и мы покаялись в грехах своих приняли Иисуса Христа как Господом и Спасителем и приняли водное крещение и через год после нашего как мы поженились мы повенчались в этой же церкви но сделали all inclusive все что можно было мы сделали и молились и постились а детей все нет и нет нет и нет но у меня конечно же было предчувствие такое что они будут но когда вопрос в том что когда это первый вопрос а во вторых я смотрю на свою жену а жена все так все как-то потихонечку с каждым месяцем затухает и затухает и затухает а зачем мы ходим вообще в церковь а зачем мы ходим вообще к Господу вроде ну он же должен нам все дать ну у меня не было конечно на эти вопросы ответов и однажды я увидел сон в общем я и жена в роддоме жена уже беременная и жена и жену забирают и наступает тишина и я просыпаюсь я просыпаюсь с одним всего лишь вопросом Господи у нас дети будут и я моментально засыпаю это было просто как бы чудесным образом и начинается плач ребенка плач ребенка выносит ребенка и говорит у вас мальчик и все я же не рассказываю ровно через месяц она зачала ребенка причем без всяких там медикаментов без всего хотя мы много чего как бы и думали и пытались но Господь сделал так что через 3 месяца у нас плод замер и ребенка не стало и вот конечно же не было такой тяжелой ситуации как вот в семье в семье Михаила но я вам скажу так что в то время когда мы его потеряли мы ждали ребенка 6 лет ну 5 лет тогда получается было мы ждали ребенка 5 лет и когда ты понимаешь что вот уже 3 месяца я уже там гладил животик вот уже можно сказать имя придумали и тут раз и все обралось вы знаете тогда я очень сильно я и моя жена почувствовали присутствие Творца он всегда был с нами я конечно не знал почему это произошло и у меня было много вопросов к Богу но какая-то вот была милость и поддержка его и мы очень быстро эмоционально восстановились и мы начали дальше молиться мы начали дальше поститься и через год все-таки нам Господь дал ребенка который вот вы сегодня видели это вот Ариша и она вот уже полтора года уже с нами причем Ариша у нас такое наверное подготавливается к миссиям она уже у нас была и в Крыму и в Вьетнаме и здесь в общем она у нас такая любительница мы ее с малых лет начинаем везде с собой убрать это вот я хотел вам немножко свидетельствовать а еще я вам хотел рассказать о том чем занимается наша церковь и вообще наша церковь очень похожа на вашу у нас тоже такая же небольшая община ей будет пять лет в сентябре месяце как Геннадий сказал что же у вас или сейчас пять лет или будет пять лет и у нас церковь она вообще отчасти миссионерской направленности не знаю как у вас с миссией но у нас с миссией все очень так серьезно развито потому что пастор который эту общину начал он сам по призванию миссионер и у него есть миссионерская деятельность и в Индии и в Непале и в Бирме то есть в странах Азии получается и вы знаете вот мы когда вот находимся допустим там вот когда мы приходим к Господу я сам просто по себе помню Господь у меня все будет аллилуйя у меня так все будет классно я буду на хорошей работе я буду у меня будет куча детей у меня будет много финансов у меня будет красавица-жена тогда я как бы она уже была но в смысле вот она и стала красавица-жена то есть все только для меня все только я но хочу вас разочаровать кто еще этого не понял все для Господа абсолютно все для Господа и через какое-то время я смотрю на пастора он все время куда-то ездит часто уезжал в какую-то Бирму ну в Индию в другую страну к другим людям проповедовать Евангелие для меня так было так все непонятно я думаю дай какой-то тоже попробую а почему я это решил потому что когда я сказал Небесному Отцу благословишь нас ребенком я сразу поеду на краткосрочную миссию он исполнил свое и когда жена была беременна на восьмом месяце на девятом даже месяце извиняюсь на последний месяц она была в девятом месяце беременна в это время я поехал в Непал знаете так вот интересно вообще что там вообще происходит в Непале есть детские дома набирают детей с местных детей получается и воспитывают их уже в духе христианства потому что очень сложно проповедовать Евангелие местному населению у них настолько уже мозг скажем так извращен что они просто Иисуса просто как еще одного Господа могут к себе прилепить очередного и будут ему тоже поклоняться и вы знаете тогда я конечно ощутил насколько я люблю свой прекрасный город Нижневартовск когда у нас вот уже Геннадий сказал что там холодно да там холодно там январь месяц это в основном актированные дни 45-50 мы практически не трогаем машины мы стараемся ездить либо на такси либо вообще дома не выходить то есть все очень очень сложно месяц просто выпадает из жизни и солнца там мало не так как у вас в Болгарии и воздух там не такой много минусов но там цивилизация как бы там ни было там на самом деле цивилизация но когда я приехал к своим братьям и сестрам и друзьям остановился у них в доме это был январь месяц и представьте корректирую картину в январе месяца отопления у них там как такового нет дом из ну как бы получается бетонный дом мраморная плитка это у них пол в квартире 5 градусов на улице чуть потеплее как я спал значит спаль на мешке полностью одетый еще и сверху одеяло и вот так вот 20 дней я находился как бы в миссионерской поездке я занимался с детьми английский я не знаю но я занимался детьми и каждое утро я ходил в детский дом и каждое утро я с ним проводил зарядку и вот знаете вот насколько трудно быть миссионером я это просто почувствовал за какие-то 20 дней а те люди которые по-настоящему вот идут за господом если они конечно в этом призваны и они уезжают в другие страны и живут там у них просто там такой культурный шок происходит потому что когда я разговаривал с теми тоже там живет ни год ни два они говорят мы конечно ко всему привыкли но это очень сложно и господу служить это не это не только всегда халилуя но это еще и испытания и переживания и и очень тяжелые моменты бывают так что еще если можно скажу про молодежь можно быстренько да просто я же понимаю что сегодня так много людей которые будут говорить я не молодежный пастор я просто так представился чтобы мне было удобнее было представить я просто старше всех из молодежи и мне 33 года и так получилось что ну Господь на самом деле поставил на это место чтобы я занимался молодежью и у вас восхитительно смотрю вот вообще прославление и очень много молодых людей на собрании и в общине я хочу сейчас сказать молодым людям по большей части ну во первых что будущее однозначно за вами за молодыми там начиная там ну там даже может из пяти лет и выше 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 и знаете когда я начал заниматься молодежным служением я вот думал о так сейчас классно сейчас у меня команда будет допустим там вот тот хорошо в прославлении тот хорош в молитве тот в слове а те вот так а вот это вот то и так просто интересно получалось чем больше мы совместно служили с людьми тем больше я начинал в них разочаровываться по факту помпезность какие-то ну такой понты можно сказать попроще даже да и это были дети верующих родителей и они все знали и руки выше всех поднимали но как только начиналось дело до ответственности их сразу почему-то они просто они просто сдувались почему не знаю потому что я думал что если уже дети верующих родителей то я должен на них равняться не они на меня а я на них я думал они меня будут учить на самом деле так вот друзья мои что я понял за это время что все равно будет какое-то отсеивание это однозначно и второй момент что Бог Он любит верных людей вот это это я я прочувствовал на себе и когда начинал допустим какие-то там молитвенные служения когда мы начинали молодежные служения чтобы это все было в постоянстве Бог любит верных людей и не важно придет твой брат или сестра сегодня или не придет ты приходи ты будь верен во всем и Бог сто процентов в этом благословит благословит как я не знаю вот кто-то допустим думает что может Бог должен обязательно человека благословить финансами ничего подобного Он меня допустим благословляет духовным возрастанием и для меня это очень хорошая награда и даже были такие моменты в жизни за верность в служении молодежным Бог приводил людей и люди на самом деле каялись как бы я не скажу что само собой не я их каял но просто моя верность она присутствовала тому что они приходили и со временем начинали участвовать как бы в благослужении поэтому слава Господу за все спасибо вам мы тут еще будем две недели помимо этой недели мы еще к вам будем приходить надеюсь пообщаемся слава Господу спасибо большое брат Николай приезжайте обязательно можете кстати принять участие